строительная площадка здесь вот я раньше работал мы строили мосты развязки дороги тут у меня вещи лежат которые я все еще никак домой забрать не могу и тут планировали новую станцию метрополитена начинать строить ничего то там с контрактом не выходит короче какие-то кабальные условия и не знаю я сейчас вот как-то уволился с охраны и в принципе ну поработать на таком объекте можно было потому что охрана это самая стабильная самый стабильный вид деятельности который но всегда оплачивается даже если работы никакой нету но охранять вот эти все материальные ценности все равно нужно вот сейчас сижу анализирую работу в охране ну да где-то в районе 4 4 спойной до пятерки рублей в день у меня получалось сейчас я работаю сам на себя в общем как хочу проснулся во сколько захочу закончил что хочу делаю но я посчитал и я также зарабатываю но не меньше 5 рублей надо 10 и 15 и больше выходит я принципе и рассчитывал как бы помощники взять своего сына ну чтобы по пятерки в день на каждого выходила вдвоем когда работаешь она все равно сподручнее и как бы можно было существовать тем более сейчас работы заказов ну прям море их все не переделаешь вот но сын у меня отказался он короче в такси подался сейчас очень хорошо извоз у нас идет вот он в москву кстати приезжал вот недавно буквально документы мне привез я сейчас за ними пришел сюда как перевальная база здесь удобно их оставить вот сейчас анализирую вот эту всю работу инженерную так сказать у меня тут один напарник просится под помощники ну есть несколько причин по каким я им не хочу брать ну во первых он тормоз реальный тормоз я сделаю 10 объектов прежде чем он на один расстелется ну а во вторых я не могу понять его психику логику человек-то реально хакер то есть дружит с компьютерами разбирается в программах вот зачем ему нужно вот это крутить камеры домофоны тем более он в этом не понимает и что-то мне прям кажется у меня подставить хочет просто втирается в доверие потому что однажды засветил ему свою карту он увидел там крупную сумму и у него наверно фикс идея последнее время он мне и диски зараженные подсовывал и компьютер пытался мне там подарить так сказать в общем не знаю пока у меня какие-то мысли ну иногда какие-то дела может быть и будем делать совместные может его проект если он будет брать буду конечно помогать в обслуживании но не более того вот пока работу работаем не знаю с этой сохранной не хочу больше связываться вот реально не хочу сам на себя поработал и уже уже не хочется на дядю больше там за спиной у меня краны портовые до сих пор еще действующий док и разгружают там и не значит щебенку на песок там горы какие-то москва строится а тут он бетонный завод асфальтный завод промзона еще по оставались короче ну чтобы не возить далеко на мой взгляд если хочешь заняться бизнесом но это наверное какой-нибудь мини асфальтный завод и в черте москвы это это золотое дно заказывал будет просто немеряно вот там этот бизнес весь армяне у нас перехватили куда не сунься везде асфальтники плиточники это все у нас армяне причем берутся за бесценок берутся за дешево могут просто сидеть вот взяли объект какой-то денег не платят они тупо сидят не знаю я так работать не умею я есть деньги значит работаю нету денег значит собирайте готовьте экономьте есть такой блогер дядя валя называется валентин я с ним познакомился приходил к нему прям кабинет он там снимал ролики о том как надо брать именно платежеспособные объекты как работать с ними паскуду да все конечно красиво на бумаге но на практике это все так не происходит то есть это опыт 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 работаешь работаешь так и нарабатывается клиентская база заходишь делать один объект рядышком появляются какие-то другие заказчики и так она по цепочке и только идет не знаю как говорится бомж сегмент это тоже рабочая тема ванна просто работу выполнять каждый день выполнять какие-то определенные объемы но зарабатывать сумму которую себе поставил задачу ну наверное так надо жить всем здоровья всем счастья всем успехов и мирного неба над головой